Ребята, я сейчас столкнулась с таким хейтером. Я думаю, что то, что мне моя подруга наговорила, довольно common thing. И я бы хотела поднять ее пост, как один из обычных постов, которые мы встречаем сейчас повсеместно, и ответить этим людям, отвечая своей подруге. Подруга близкая. Мы с ней буквально носили одну и ту же одежду, когда учились. Я думаю, что мы ночевали, наверняка, где-то вместе. Она приходила ко мне домой, она принимала душ у меня. Моя бабушка готовила ей блинчики. Так что мы говорим о практически члене семьи. Послушаем ее. И не на твою страницу, а в твоем личном сообщении. Я вообще не читаю. Я только вижу твое видео, и все уже в дружке кидает. Уже тут весь Воронеж будит про ту веку, которая с ума сошла. Поэтому не буду я тебе писать, ты мне сто лет сдалась, Вика. Если ты упертая дура, утерная, ты забыла память дедушке. Мне очень страшно, что он живет, бедный, и переворачивается в гробу. Я на этом месте остановлюсь на секунду. Там еще осталось, наверное, половина. Первое, что делают хейтеры, это они проходят по вашей жизни, навешивая ярлык вины. И абсолютно точно используя какой-то очень грубый язык. Вот там, я уже не помню, что он сказал, но это было обидно. То есть, нельзя, почему-то наши близкие люди имеют другую точку зрения. Они не могут выражаться просто элементарно, что я с тобой не согласна. Я считаю, что война это там правое дело, или война это катастрофическая ошибка. Они оскорбляют тебя лично. Типа, ты дура, тварь. Дальше, касается моих дедушек. Бабушка, это очень распространенное. Опять же, я рада, что я записываю это видео, потому что я смогу одним зайцем, одним камнем убить всех зайцев. Идея приехать в Америку была еще у бабушки с дедушкой, когда это были там 80-90-е годы. Мы и бабушка, и дедушка прошли через войну. Это была их идея отправить меня из России в Америку, потому что они знали, что ни они не могли бы дать мне достойную жизнь, ни сама бы я не смогла получить в России достойную жизнь, имея образование пианиста, педагога, концертмейстера. И мои дети бы ничего не достигли. Это был очень болезненный для них шаг, но они на него решились и настроили меня на этот переезд. Это было решение моих бабушек и дедушек. Скажу больше. Дедушка, ветеран войны, он прошел через всю войну, он строил Байконур. То есть ордена на орденах. И он умирал в больнице на девятом километре, по-моему, ну, неважно, в Маваруниже. Лежа в коридоре, даже не на кровати, на каких-то носилках. То есть он сколько-то дней лежал в больнице, у него даже не было ни палаты, ни носилок. Он был ветераном войны. Моя бабушка, приехав в Америку, она в этой стране не жила, не платила налогов, не воевала в этой стране. Но она как бы умирала с такими почестями, которые дай бог в России так умирать. У нее была отдельная палата, у нее была прекрасная койка, которая так вот поднималась. И дедушка был абсолютно голый. То есть ему было неудобно. Мама подходила к нему, он был голый. Они его даже никак не одели, такие халатики. Короче говоря, бабушка, приехав в Америку, сказала, что она думала, что рай на небе. А оказалось, что он на земле в Америке. Так что, Олеся, мои бабушки и дедушки слушали голос Америки, в то время, когда там, может быть, твои бабушки и дедушки слушали голос Сталина или кого там, Хрущева, кого, кого, я не знаю. Мне кажется, уже в 90-е годы уже было радио, где нужно было так немножко понадстроить и слышать голос Америки. Давайте, мы варились в одном обществе, да, мы выросли там в одном университете или в институте, или там на одной улице, как или. Но мы слушали разное радио. Слушаем дальше. И самое интересное, Олеся удалила это видео. Вот это вот видео, где осталось второе, а во втором она немножко мягче говорит. Вот, но вот это видео, то есть я его не записала, ну, просто чтобы было коротко. Вот это вот видео, между 49-49, она его удалила, его сейчас больше нет. Поэтому я вот его проиграла. Очень здорово, что я его записала на видео. Что у него внучка такая, шизанутая. Это я тебе просто видео написала, что ты говоришь войска убирать. Мы пришли туда идти, чтобы их убрать. А я тоже убивать. Что США твоя любимая? Ненаглядная, огромная. Навело такое вот в мир. Они пришли, джаз, Сашечка. Они пришли, не чтобы заканчивая, но они не пришли бы, чтобы убить. Представляете, чтобы убить. Я опять же понимаю, что Олеся вменяемый человек. Ей, наверное, жалко собачку, жалко кошечку, жалко там детей. Наверное, ей кого-то жалко в Украине. Но я-то понимаю, что она, конечно, не собирается убивать Киев. Вот она информацией не обладает. Вот имеем то, что имеем. Они не собираются уходить. Они не собираются сдаваться. Они не собираются убивать. А уж там под руку попадается Киев или Харьков. Это же неважно. Опять же, шезанутая Америка. Самое интересное. Америка, я говорю, что в России нет своих телефонов сотовых. То есть он пользуется айфонами, компьютерами, айпэдами. Это все американские или чьи-то они. Не российские эти. Я помню, у нас была стиральная машинка-малышка. Она постоянно текла. Наверняка сейчас они пользуются Сапсунгом. То есть дороги, как они строятся. Если они построятся по-американски, они ее обстроят как зеркало. Да, и едешь, и никогда можно в это время есть, краситься. Если ты сидишь с пассажирским сидением, ничего не трясется. Там все, кофе выльется на тебя. Вот, поэтому она сидит в двух стульях. С одной стороны, она говорит, что Америка ваша, твоя, твоя. На самом деле, айфон наверняка есть. Либо у нее, либо ее учениц, либо ее мужа, либо ее мамы. Либо у друзей. То есть везде айфоны. Не то, что айфон. Ой, все, уходи в грязный айфон. Машина там. Ой, уходи, грязная машина. Вся, все, что у нее есть в жизни, оно, наверное, качественное. Не малышка. Вот такую ерунду. Поэтому не собираешься тебе писать. Как не умела ты вообще ничего делать в жизни. Вот, а пользуешься только теми благами. Не собираешься тебе писать. Я поставила пост ВКонтакте. Как бы обозначила свою гражданскую позицию. Я не заходила к ней на страничку. Более того, я даже не звала этот пост ее читать. То есть она могла и не читать мой пост, или не реагировать. Но зайдя на мою страничку, начиная переворачивать в гробу моих бабушки с девушкой, обзывать меня шезонутой Америку. То есть я говорю, Олеся, я нахожусь на своей территории. Ты пришла ко мне домой. По крайней мере, снизь обороты, разговаривай со мной. Если ты хочешь иметь диалог со мной, я же не буду. Ты мне бокс. Какой смысл? Я тебя, ты меня. Мы же ни о чем не договорились. Если ты хочешь диалога, давай разговаривай спокойно. И главное, ничего не добилась. Я говорю, что у меня подруга, ее зовут Лариса Рязанцева, родила двух детей. Россия. Она закончила какой-то там педагогический институт в Орле. Много лет работала в ДМШ. И в итоге она бросила, потому что после развода осталась с двумя маленькими детьми. И она не могла платить за квартиру, за все-все-все. Она пошла работать в уборщице. На что будешь? Пошел работать в уборщице в банк. Уборщице в банк. Она сказала, что я за эти 2-3 часа зарабатываю сразу, сколько я зарабатывала бы за 2 дня в ДМШ. И причем я свободна. Уборщице в банк лучше работать. Это было осознанное шею. Она говорит, я в ДМШ не вернусь. Это мне говорит Олеся, которая говорит, что России я была не нужна. Это у Олеси папа, по-моему, директор музыкальной школы, института, я не знаю, кого там директора в Курске. А если у тебя нет папы-директора, если у тебя нет мужа-директора, если у тебя нет вообще никаких связей, то ты не попадешь. То есть ты не нужна. И опять же, даже если я пойду в ДМШ, сколько я буду зарабатывать? Ну как я могу съехать от родителей, жить отдельно, иметь детей, жить независимо от мужа, если у меня нет мужа. То есть жизни педагогам в России нет. Поэтому я в Фейсбуке создала группу, называется «Дистанционное обучение», чтобы мы, несмотря на то, что мы живем в разных советских пространствах, мы могли преподавать из Вологды, из любого города, работая с Америкой, зарабатывая достойные деньги. Потому что ученику главное, что ты дал ему какую-то школу, а уж где ты живешь, твоя улица ему не нужна. То есть я имею школу, она же даже не знает, чем я занимаюсь. Она даже не знает, что я продолжаю дело своих учителей. То есть поражает, что если она не знает, как она может говорить, а если она знает, то у меня ученики как бы хорошо играют. Не знаю, мы можем бодаться учениками, но дело я делаю качественно. Ты это училась, ты это все позабыла нахер. Поэтому темнота, ты поучи историю или вспомни ее. И твои видео я не смотрю. Я втрясусь от этого, поэтому прощай навеки, любимая моя. Ну откуда ты взяла эти, что она ее так возбуждает? Наверное, что ты смотрела. Так что я хочу от этим ответом ответить всем людям, которые хотят мне написать про мою бабушку, дедушку, что они, дедушка собирался приехать, он просто его заморили в больнице. Четыре дня непонятно, как его лечили, и он умер. Вообще, как можно в России не умереть до 70 лет? Я не знаю, он дожил до 90. Поэтому медицина никакая, очереди ужасные. Мама рассказывала, что когда она пришла похоронить дедушку, там была такая очередь в морге, что или там, где документы получаются, как будто была Великая Отечественная война. Ну, так что хейтеры, я считаю, что хейтеры нужно записывать. Имена их нужно публиковать. Отвечать им нужно публично.